Белоснежный красавец, буксир, череповецкий металлург. Современное удобное судно, говорит экипаж. Комфорт здесь во всем. Начиная от кают, заканчивая автоматизацией всех процессов. Вот это у меня управление, все буду управлять. Сейчас заведемся. Что это за джойстики такие, как вы сказали? Это джойстики, это новое управление, 360 градусов управление рулем. Вот видите, крутится, без разницы. Это другая колонка. Вот и буду управлять, как джойстик. Вот это газ. Все. Все просто, говорит капитан. С автоматикой и людей много не надо. Механик он же старпом и еще несколько человек. У нас еще есть дополнительно рулевые, которые также находятся на вахте. То есть в каждой смене, получается, два человека. И постоянный, который на судне, человек это боцман. Еще электромеханик у нас есть на судне, на борту. Также следит за электрическими механизмами, за всеми системами. А вот за здоровьем команды следит один неизменный кок. Повар Алла Афанасьева. Уверяет, своим ребятам готовит, как дома. Пироги. Мои мальчики любят очень пироги. Наверное, фирменное, мое блюдо в лупце. Я так думаю, очень нравится. А так, ну что, борщи, котлеты, щи. Но есть на буксире груз поважнее. Металлопрокат. Череповецкий металлург может взять на борт 4200 тонн. 7-8 рейсов в месяц. Итого порядка 30 тысяч тонн. Это 10% от общего объема речных перевозок Северстали. Ожидаем, что в текущую навигацию мы должны отправить около полутора миллионов тонн на все направления, что на несколько тысяч тонн будет больше, чем мы отправили в прошлом году. В основном из Череповца металл отправляется в Санкт-Петербург, в порт Нева Металл. Навигация стартовала 1 мая, а закончится 15 ноября. За оставшееся время Череповецкий металлург и его коллеги-теплоходы еще успеют перевести порядка 400 тысяч тонн металлопроката. А вот где будет зимовать, новенькое судно пока не решено. Либо в Петербурге, либо в Череповце. В среднем за месяц из Череповца уходит порядка 250 тысяч тонн металла. Это больше, чем в прошлом году. Но меньше, чем несколько лет назад. Рынок довольно сложный. Сложности добавляют и природные капризы. Последние годы речным перевозкам активно мешает низкий уровень воды. Минимальная глубина, по которой сможет пройти четырехэтажная махина вместе с баржей – 3 метра 60 сантиметров. Если осадка не позволяет, значит мы будем стоять. Но пока позволяет, дают нормальную глубину, поэтому уходим сразу с осадкой. Низкий уровень воды – это прямые потери для компании, сетуют специалисты. Чтобы уменьшить осадку теплоходов, их меньше загружают. Приходится отправлять в рейс больше судов. При низком уровне воды снижается и скорость. Она и так невелика – 15-16 км в час. Трое суток только до Петербурга. Все-таки речной флот невоздушный. Все это влияет на сроки поставки продукции клиентам. И тем не менее, речные перевозки на месте не стоят. До середины следующего года на воду спустят еще два буксира, таких же, как Череповецкий металлург. Это один из шести буксиров, построенных впервые в современной России, после образования России, после развала Советского Союза, специально для перевозок металлопроката по реке для компании «Северсталь». Кстати, название Череповецкий металлург получил благодаря работникам компании по результатам конкурса. Таким же образом, свое имя обрел еще один новый буксир – стальной. И все эти современные суда построены специально для Череповецкого металла. Вера Кучеренко, Егор Плюснин, Новости. Вера Кучеренко, Егор Плюснин